Главные герои Дня Победы – ветераны. Они смогли пройти всю Великую Отечественную войну и в 70-й раз встретить этот праздник. Очевидец тех далёких событий – Игорь Ростиславович Ильин. Бывший механик эскадрильи Нормандия-Неман награждён Орденом Почётного Легиона, Высшей Государственной Наградой Франции. В этот день он вместе с президентом Приднестровья отвечал на вопросы журналистов. Ветеран пожелал молодому поколению приднестровцев мирного неба над головой. Я убеждён, что наша молодёжь будет не хуже, чем мы были в своё время. И если потребуется, с оружием в руках отстоит свою республику. Но я уверен, что это не потребуется. Не позволит Россия, не позволят люди мира во всём мире, чтобы ещё раз была такая война. Недавно президент подписал закон об увековечении памяти Великой Отечественной войне. По мнению специалистов, этот документ должен сыграть роль заслона от радикального национализма и проявлений фашизма. Евгений Шевчук отметил, что государство обязано принимать такие решения, которые смогут защитить историческую память о тех людях, кто с оружием в руках отстоял свободу и независимость нашей страны. К сожалению, в последнее время есть элементы воздействия на сознание молодого поколения, подрастающего поколения, которые позволяют в себе такие проявления. Вот именно для этого, для того, чтобы были определённые законные правила, приняты новые законодательные акты в защиту памятников истории. Глава государства отметил, что для каждого приднестровца и тех, кто живёт на территории бывшего Советского Союза, День Победы – это великий праздник. Как и у многих, так и в моей семье есть родные и близкие, дедушки, которые погибли на полях сражений. И в данном случае и в Венгрии, и в Германии, и нынешней Калининградской области покоятся мои родные и близкие в том числе. И хочу сказать, что пламя войны опалило практически каждую вторую семью, и поэтому очень дорог этот праздник для всех. Наше поколение, или многие из нашего поколения не видели своих бабушек, дедушек, не испытали этого тепла. И мы этим отличаемся от жителей других стран. Поэтому, наверное, этот праздник вот так передаётся из поколения в поколение, и с особой теплотой мы его встречаем. «Мы делаем всё возможное, чтобы войны больше не было», – сказал Евгений Шевчук. Президент ещё раз поздравил Приднестровцев с Днём Победы и поблагодарил всех ветеранов. «Дай Бог, чтобы мы жили под мирным небом, чтобы у нас было благополучие. Понятно, есть сложности, есть проблемы, мы будем тоже стойко их преодолевать, трудиться и работать во благо мира, во благо развития Приднестровской Молдавской Республики». Президент также посетил традиционную выставку военной техники. На ней были представлены бронированные машины, система залпового огня, противотанковые орудия, миномёты и гранатомёты. Кроме того, на выставке можно было увидеть ретроавтомобили и мотоциклы. Александр Логутин и Егор Бекерский. Первый Приднестровский телеканал.